Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Он желал быть похороненным со своими собаками, а также хотел, чтобы после его смерти усыпили и последнего его питомца, овчарку Лубо. Прошли ли похороны в согласии с последней волей звезды? В субботу, 24 августа, в имении Брюлери в душе Луаре, прошли похороны Аллена Делона, после прощания и заупокойной мессы, отслуженной в построенной им часовне, актёр упокоился, как он того и хотел, на собственной земле в его саду среди его 35 собак, которых он любил при жизни и с которыми не расстался после смерти. Легенда мирового кино Аллен Делон. Ему не стали устраивать пышные государственные похороны, от которых он отказался ещё при жизни, одни считают, что из скромности, другие из гордыни. Он избежал вписанного в путеводителя мраморного надгробия на главном парижском кладбище с выгоревшими свечами и глупыми записками поклонников. Он будет лежать там, где собирался, на любовно приготовленном для себя месте, под сводами часовни, которую он сам построил в своём имении Брюлери. Все необходимые разрешения были получены. Как подтверждает мэр души Абель Мартен, актёр позаботился об этом ещё в 2015 году, находясь в добром здравии. Похоронную службу провёл выбранный им самим священник епископ Жан-Мишель Ди Фалько, музыкант, журналист, продюсер, хоронивший и женивший весь светский Париж, добрый знакомый ещё с тех пор, как в 2017 году отпевал актрису Мерей Дарк, многолетнюю подругу Делона, жившую с ним в поместье Брюлери, которое они купили вместе в 1971 году. И только одну поразившую всех фараонову глупость не позволили, Делон завещал усыпить и похоронить вместе с ним любимую собаку Лубо. В последней просьбе отказано, Лубо проводил хозяина и останется в доме на пожизненной пенсии. Кроме пса на церемонию были допущены только самые близкие. Списки приглашённых обсуждались накануне, без огласки, по косвенным признакам журналисты узнавали и спорили, кого позвали, кого нет. Среди гостей называли Поля Бельмондо, сына друга и вечного соперника Жана Поля Бельмондо. Из действующих политиков приехала министр культуры Рашида Дати. Старший сын Делона Энтони взял на церемонию своих взрослых дочек Луи Лив, внучек актёра, которых тот привечал. Точно приехала Роза Ливан Бремен, мать двух младших детей Анушки и Алена Фабьена, а вот другую подругу актёра, Ан Парии, даже не пригласили. Как и с позором выгнанную в июле 2023-го из брюллери и обвинённую во всех грехах последнюю возлюбленную актёра, секретаршу и сиделку отца японку Хироми Роллин. Ей не позволили даже попрощаться с Делоном, когда в начале августа его состояние ухудшилось настолько, что медики погрузили его в последний сон. Гости приезжали в души окружным путём. На время церемонии они должны были сдать свои телефоны. Дети Делона позаботились о том, чтобы на похоронах не было не только журналистов, камер и фотографов, но и чтобы ни одна частная картинка не вышла бы за ограду брюлери. По их просьбе вход в имение и ближайшие дороги перекрыла жандармерия. Городок с прошлого воскресенья жил ожиданием похорон. Журналисты встретились с владелицей единственного в округе цветочного магазина, которая жаловалась, что завалена работой. Помимо букетов, предназначенных для гостей церемонии, заказы на цветы приходили со всей Европы. Как она уточнила, преимущественно на белые цветы, которые любил Делон. Ради сохранения семейной тайны дети наотрез отказались от церемонии в местной церкви, которая могла бы вместить две-три сотни поклонников, поскольку полиция не могла гарантировать полную закрытость территории. Журналисты с камерами остались за забором в толпе пришедших и приехавших отдать последнюю дань любимому актеру, которого уважали и за его роли, и за резкость в суждениях, заставлявших морщиться прогрессивных политиков. За несколько часов до церемонии Энтони и Ален Фабьен вышли к поклонникам. Им, конечно, было адресовано послание детей. Мы чрезвычайно тронуты и взволнованы любовью, выраженной его зрителями во Франции и во всем мире, но по-настоящему попрощаться с Делоном им удастся разве что в кинозалах повторного фильма и, возможно, на мемориальном вечере, об организации которого, как уверяют, дети договариваются с правительством. Поэтому сегодня они устроили собственную похоронную молитву. В момент погребения неточный, а предполагаемый они запели хором, и как только их песня завершилась, солнце скрылось и ударил короткий ливень. Последние годы за звездой ухаживала его дочь Анушка, которую назначили опекуном по решению суда. Незадолго до смерти любимого отца наследница публиковала снимки актёра, больного Альцгеймером. Казалось, знаменитости стало легче и болезнь отступила. Анушку раздражали разговоры о том, что её папа стал плохо выглядеть. Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречен. Всегда элегантен. Всегда великолепен. Как хорошее вино. Мне кажется, что получилось красиво. Отец согласился, подписывала она кадры. Артист воспитал троих детей. Дочери Анушке достанется половина его состояния. Сыновья артиста ещё зимой утверждали, что борьбы за наследство не будет, и они согласны с волей отца. У Алэна были непростые отношения с сыновьями – 59-летним Энтони и 30-летним Алэном Фабьеном. Старший сын родился в браке кинозвезды с актрисой Натали Делон, а младший в его отношениях с моделью и журналисткой Розали ван Бремен. Однако ближе всего он был с 33-летней Анушкой, дочерью от нидерландской модели Розали ван Бремен. У актёра был и внебрачный сын – Ари. Он умер в прошлом году в 60-летнем возрасте. Алэн не признал сына. Семейные разборки начались задолго до смерти известного актёра. Алэн Делон известен не только своим актёрским талантом и притягательной внешностью, но и большим количеством романов с разными женщинами. У Делона было множество связей, но на брак он решился только один раз. В 1964 году он женился на Натали Бартелеми. В том же году родился и их сын Энтони. Однако супруги прожили вместе всего 4 года и разошлись в 1968 году. Однажды Натали призналась, что их брак был построен на страсти и нервах. Она была уверена, что он бы разрушился в любом случае. В 2021 году она умерла от рака поджелудочной железы. Отношения с сыном у Делона не заладились. Энтони даже написал мемуары, в которых упоминал о равнодушии отца. После развода родителей, которые были слишком увлечены своей карьерой, Энтони не получал должного внимания, из-за этого он был достаточно проблемным ребёнком. Энтони писал, что отец вызывал в нем не тёплые чувства, а лишь страх. «Я всегда ужасно боялся отца. Я начинал его бояться, как едва просыпался. Я испытывал необъяснимый страх, когда он входил в комнату, когда мы сидели за столом, ехали в автомобиле», – рассказал он однажды в интервью в газете. Причиной ужаса он называл характер отца. По его мнению, Делон был властным и нетерпимым. Сын актёра вспоминал, как тот его запер в вольере с собаками в качестве воспитательной меры. Энтони утверждал, что ему всего лишь нужна была любовь родителей, а особенно отца. А количество проблем неуклонно росло. Из-за плохого поведения мальчика выгоняли из всех пансионов, куда его устраивал Делон. И каждый раз получал от отца затрещины и слова, чтобы тот убирался прочь. В 18 лет Энтони связался с компанией. Его даже арестовали за угон автомобиля. В 19 лет Делон-младший закрутил роман с любовницей отца Анпарии. Из-за чего отношения между родителем и сыном испортились ещё больше. В 1987 году актёр познакомился с голландской манекенщицей Розали ван Бремен, которая была моложе на 30 лет. Между ними вспыхнули чувства, и Розали подарила Олену двоих детей, дочь и сына. Единственная дочь Делона родилась в 1990 году. И была настоящей любимицей отца. Возможно, сказался возраст, в 55 лет Ален стал готов к отцовству и уделял много времени со своей дочкой. Также она единственная из наследников, кто не был замешан в скандальных историях, за которые бы Делону приходилось краснеть. В 1994 году родился последний сын актёра Ален Фабьен. В подростковом возрасте Ален Фабьен пристрастился к запрещенным веществам. В итоге мать сдала его в рехаб в Амстердаме. Потом Ален отсудил опеку над сыном и поселил его в своей квартире в Женеве. Позже сын совершил ужасный поступок, он чуть не лишил жизни человека. Тюрьмы удалось избежать, но пришлось выплатить огромные штрафы. После скандала Делон-старший урезал сыну финансирование, и Алену Фабьену пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Сказать точно, почему сестра и братья разругались между собой сложно. Вероятно, на это могло повлиять то, что дочь Делон любил все же больше. Это показала церемония вручения Делону в 2019-м золотой пальмовой ветве на Каннском фестивале. Тогда актёр заявил, что дочь является любовью всей его жизни. Это признание задело сыновей артиста. Привело все к тому, что дети начали делить наследство, ещё при живом отце. Сначала дети актёра обвинили его сиделку Херому Роллин в жестоком обращении со знаменитостью. Они утверждали, что Роллин делала всё, чтобы оградить актёра от близких. Она даже контролировала его телефонные звонки и переписки, а также злоупотребляла неважным самочувствием Делона. В ответ Роллин заявляла, что все обвинения в её сторону ложные, а дети актёра применяли даже к ней насильственные действия. Потом суд во Франции ограничил в дееспособности Аллена Делона. Актёра поместили под опеку третьих лиц. Это спровоцировало наследников посещать различные ток-шоу, чтобы доказать свою правоту и добиться того, где будет проживать отец. Поводом для публичного скандала стало решение дочери перевести отца на лечение в Швейцарию. Мы спорим уже с августа, потому что отец хочет прожить остаток своих дней во Франции, а она и адвокат хотят вывести его в Швейцарию. Мы же хотим, чтобы его воля исполнялась беспрекословно. Каждый настаивает на своём. У него есть обязательства, сколько дней он должен проводить на территории Франции и на территории Швейцарии. А теперь, когда спору почти полгода, он не хочет никуда. И главное, его состояние ухудшилось так, что он уже и не может никуда ездить, говорил сын Дилона Энтони. Также братья Анушки обвиняли её в том, что она скрывала от них состояние отца. И уверены, что сестра отвезла Дилона в Швейцарию, чтобы после его смерти не платить налоги за наследство. Аллен Фабьен и Энтони даже опубликовали в сетях громкий разговор дочери с отцом. В ответ Анушка подала иск на братьев за вторжение в частную жизнь. Все их доводы она опровергала, утверждая, что в Швейцарии отец получит более качественное лечение. Если скандалы были и при живом отце, то стоит опасаться, что будет теперь, когда актёра не стало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова